Несколько дней назад, в течение недели практически, многие люди спрашивали меня, Ребе, ты будешь продолжать о том, о чем ты говорил о вере Елисея, и нелепой вере Елисея, я думал, ну, говорить, не говорить. Вы знаете, я решил говорить, потому что я понимаю, что это очень важно. Важно для того, чтобы мы понимали, что такое вера вообще, и что вера производит в нас. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым. Вера является нечто особенным, особенным состоянием. Помните, я говорил, внутри мы понимаем, что такое вера, но как она проявляется снаружи. Что мы делаем? Мы говорили о том, что для того, чтобы следовать за Божьим призванием, необходимо не просто принести жертву чего-то, необходимо также, как Елисей, сжечь план Б, его уничтожить, чтобы не было возможности возврата обратно. И я говорил о том, что что-то тянет назад. Что тянет нас назад, чтобы не действовать в вере? Это очень-очень важно понимать. Как интересно, что вот это местописание вера же есть из послания к евреям. Ожидаемое, ожидаемое и уверенность невидимым. Слово вот, например, ожидание, это какой-то процесс, правда? Какое-то действие. И что интересно, ожидаемое невидимое. Мой вопрос, сколько ждать? Как долго ждать? Что я должен делать, чтобы получить? И мы понимаем, что в сущности вера – это то, что Бог от нас ожидает в действии. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. И ищущим Его воздает. То есть, ищущим, то есть вера – это то, что ищет, что-то делает. И Он, Бог, воздает. Иаков пишет, хочешь ли ты знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Вот это такой маленький итог того, о чем я говорил в прошлый раз. Те, кто смотрят нас по интернету, я весьма убеждаю вас присутствовать не только в интернете. Разбирайте, пожалуйста, Слово Божье, молитесь, приходите на служение. Не считайте, что интернет – это место вашего безопасного существования. Вам нужен не только Бог, вам нужны люди, с кем можно общаться. Сегодня я хочу спросить вас простую вещь. Кто из вас когда-то играл в игру такую? О, если бы. Никто так и не. В старое, в детстве мы играли. Если бы я был бы таким-то, таким-то, я бы сделал вот то, то и то. А другой подхватывал и говорит, если бы я был вот таким-то, таким-то, я бы сделал то и то, и я бы еще что-то добавлял. Например, я так про себя так говорил. Если бы я имел больше волос, я бы, например, чувствовал себя более, ну, как бы сказать, увереннее. А вот Олег бы сказал, а если бы я имел бы столько, больше волос и еще был бы, ростом бы удался, то тогда у меня бы все было бы нормально. А ты не бы человек сказал, если бы у меня было больше волос, ростом удался и у меня папа был бы олигарх, тогда бы совсем можно было бы жить припеваючей. А сестер бы кто-то сказал, а если бы найти бы еще мужа, да еще такого красавица, иностранца, как наш, например, Брэд Питт, то можно было вообще ничем не думать. Вот эта, кстати, игра такая, вот если бы, вот если бы, и мы себе накручиваем, вот если бы это, другое, третье не случилось. Вот если бы я был бы более, удался лицом или больше умнее стал, вот если бы я учился бы лучше в детстве. Но, как у нас в Украине говорят, маем, что мы маем. Что есть, то есть, но я хочу, чтобы вы услышали, о чем я хочу говорить сегодня. Я надеюсь, что это служение, эта проповедь заставит вас анализировать ваше внутреннее состояние. То, что вы переживаете сегодня. Вот это слово, если бы. Прослушайте меня внимательно и проводите это через ваши слуховые перепонки, ваше сердце о том, что вы переживаете, что внутри или вне вашего внутреннего состояния происходит. Что-то на работе, может быть в семье, может быть в бизнесе. Хотелось бы, чтобы вы проводили эту проповедь через внутреннего человека. Контекст сегодняшней проповеди будет заключаться в истории трех царей. Тоже это связано с Елисеем, чтобы вы понимали. Три царя вышли войной на четвертого. Как бы, это не честно, но круто. Трое против одного. Понятно, в сущности, что больше, трое или один? Трое. Согласившись пойти на Моав, три царя решили обойти долинами или же, фактически, пустыней и захватить Моав. Трое против одного. Но из-за того, что они сильно хитрыми были, они настолько блуждали, что целую неделю ходили. Ой, спасибо вам большое. Целую неделю ходили, чтобы найти, ну как бы, добраться до Моава тихо, скрытно. Но не так-то было. Они жаждали, они умирали от нехватки воды. История очень простая. Самая наибольшая твоя нужда, которую ты имеешь, может стать твоим самым большим благословением, когда эта проблема заставляет тебя зависеть сто процентов от Бога. Странно, ты какую-то фразу сказал, да, ну, я понял, люди не поняли, о чем я говорю. Самая большая проблема, которая в твоей жизни есть, может стать твоим благословением, когда эта проблема тянет тебя в полную зависимость от Бога. То есть, только Бог может решить эту проблему, и никто иной. Это суть веры. Суть веры. Мы иногда привыкли, что вот, знаете, вот, не просто верить, а еще провозглашать что-то вот из Писания, да. Но мы не прожили это, не пережили это, но мы говорим, написано, написано. Да, написано, но что оно написано для тебя? Что ты получил из него? Четвертая книга царств. Третья глава, с девятого стиха я читаю. Пошел царь израильский, царь иудейский, царь и домский, и шли они обходом все дней, и не было воды для войска, для скота, который шел с ними. И сказал царь израильский, ах, на иврите, ой-вэй, ой-вэй, воды нету. Если кто-то был в юдейской пустыне, вы понимаете, там, ой-вэй, если воды нету. Созвал Господь трех царей сих, чтобы предать их в руки Моава. И сказал Есофат, нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопрошать Господа через него? И отвечал один из слуг царя израильского, и сказал, здесь Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Ильи. И сказал Есофат, есть у него Слово Господне. И пошли к нему царь израильский и Есофат, и царь и домский. И вы скажете, ну, а в чем-то смысл, какая вера? Эта вера, эта история очень поучительна для нас. Поучительна не просто исходом, что произошло там, а сущностей, что Бог потребовал от людей, которые взыскали Его. Три царя умудрились захватить четвертого, как в нашей жизни бывает. Мы все просчитали. Данная ситуация уже побеждена. Мы знаем, что мы делаем, мы идем к этой ситуации, и вдруг, что мы хотели сделать, не происходит. Мы заблудились где-то. У нас не хватает воды. А в мире, еще часто бывают, эти трудности вызывают еще что-то особенное. Часто все это бывает не у верующих людей. Но я задам вопрос. Что отличало этих трех царей от Елисея? Они были царями. Я вам скажу одну вещь. Ни один из них не служили Богу Авраама, Цаха, Якова. Они были идолопоклонники. И вдруг, в ситуацию, когда попадают они, а часто попадаем тоже, мы иногда так, когда мы что-то не делаем, как вот так вот говорилось, да, не служили Богу, что-то там еще вытворяли, да. И вдруг, в этот момент, когда мы что-то не следуем за Богом, отвратились от Его путей, у нас появляются проблемы, и мы вдруг, подожди. Как говорится, мама казала, да, помните? Мама же говорила, у нас же какой-то Бог есть. Проблема, вдруг люди начинают вспоминать, что есть какой-то Бог. А у Бога есть какие-то пророки. И один из них говорит, подожди, знакомое место. Нету ли здесь одного из Божьих пророков, которого можем вопрошать? Чего ты вспомнил Бога, когда тебе стало плохо? Знаете почему? Потому что их жизнь висела на волоске. Они были без воды, без состояния выжить, и вся армия должна была быть уничтожена. И вдруг они вспоминают, что есть какой-то Бог, который может быть что-то сделать. Вот я помню, 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 и один слуха говорит, а, мы как раз находимся там, где живет Елисей. Это не тот, который там был помощником Ильи. Он говорит, тот, 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 который, как бы, помните, что вода была, когда и облачко такое маленькое, потом большое, как бы, такое. Вот это он, Илья, так. Опа, есть идея. Точно. Давай будем вопрошать и его. Вдруг он опять сделает это чудо, вдруг у нас опять будет много воды, и мы не умрем здесь. Как у нас всегда бывает, согласились три царя и дали досье, досье Елисея. О, после того, как Илья был взят, у него нормальный послужной список. Иордан разошелся перед ним. Воды, которые были как раз, предшествовали этой ситуации. Воды, которые горькие стали, водами, которые можно было пить. Послужной список. А там потом слух говорит, подождите, последний, вы там читайте, но, ну, как бы, не принимайте сильно к сердцу. Он говорит, а шо? А это просто, его там пацаны дразнили лысым. Наверное, достали так, что вышли мишки Шишкина. Дайте эту картину Шишкина. Мишки в лесу. Они решили в Израиль переехать тогда в это время. И взяли, порвали, а деребят. Поэтому, ну, может быть, вам не стоит, как бы, его, вот, вы увидите его, лысым не называйте. Хотя это, может быть, модно сегодня, вам ничего не грозит. Так на всякий случай, чтобы Элисей не возникновал. А почему я говорю? Я хочу иметь не просто рассказ. Хочу, чтобы у нас было понимание. Несмотря на всю природу Элисея и то, что происходило с ним, Элисей принимает этих гостей не с простертыми руками. Он не проявляет свое гостеприимство царям в земле, в которой он живет. Он больше начинает делать. Он начинает над ними гнушиться. Он начинает над ними издеваться. Смотрите, 13 стих. И сказал, я читаю из Еврита, перевод из Станаха. И сказал Элисея царю израильскому, что общего у меня с тобою? Он говорит по-еврейски, что ты сюда пришел? Что у меня с тобой есть общего? Какой гешефт мы делали с тобой? Какой бизнес у нас с тобой? Что тебе надо от меня? Больше того. Он говорит, ко мне пришли? Он говорит, вступай к пророкам отца твоего. И дальше он говорит, пророкам матери твоей. Если так по-русски, те кто-то взять, вот те кто... Иди к матери пророков своих. Он начинает над ними издеваться. Одна причина. Услышать, потому что он говорит так. Дальше смотрите. Но сказал царь израильский, нет, не говори так. Потому что Господь созвал этих трех царей, чтобы предать их в руки Моава. И сказал Ильяша, жив Господь. Он утверждает это. Жив Господь, Саваот, перед которым я стою. Он говорит о том, что вы не служите Богу, но вы взываете. Но я хочу вам сказать, что Богу, которому я служу, будет иметь ответ. Ильяша говорит, царь. Говорит, хорошо. Он говорит, если бы ради Иосифата, царя иудейского, то я бы не посмотрел бы на тебя. Не взглянул на тебя. А вот только ради царя иудейского. Вообще, кто ты такой? Ты мне не нужен. Но ради того, кто отвернулся в одно время от ложных богов. Но он сейчас впадший. Но ради него я хочу что-то сделать. Он говорит, мы готовы? Он говорит, давайте гитаристов. Что написано? Позовите гуслиста. Ну, сегодня у нас гусли нет, у нас это гитаристы, да, вот. Позовите гитаристов. На еврите он говорит, а теперь приведите ко мне музыкантов. Секундочку, что такое? Непонятно, зачем? Ну, просто можно было помолиться, как у нас здесь бывает. Знаете, вот у нас есть молитвенные, ночные молитвы. Начать молиться упорно. А тут говорит, нет, мне нужны музыканты. И заметьте, очень часто Дух Божий действует тогда, когда приходит именно музыкальное сопровождающее. В этот момент, когда мы идем в поклонении, в собрании, Бог хочет отвечать многим из нас на те вопросы, которые у нас нет ответа. Когда Бог прикасается во время поклонения, наши сердца открываются. Поэтому совокупность наших молитв, нашего чтения, нашего упования на Бога, есть еще и совокупность хвалы и поклонения. И неотъемлемая часть богослужения. Потому что в этот момент, когда мы слава славим Бога, когда мы славим Бога, что-то происходит особенное. Сегодня Бог открывает наши сердца, и Он действует. Я верю, что Бог хочет, чтобы мы были открыты. Хваляй поклонение, к молитвам. И вот эти цари, они сказали, хорошо, будет тебе, те, кто играет на гуслях, будет тебе словословие, хвала. Они все сели, и гитаристы играли. У меня вопрос, как у евреев, сколько? Сколько это длилось? У нас идет прославление, там, в 40 минут у нас люди уже так. Я не знаю, сколько. Услышьте меня внимательно. Когда Бог что-то хочет сделать, открыть свое слово, нам нельзя контролировать Бога временным состоянием. Нам нужно быть открытым. И в тот момент, когда написано, что и Божий Бог прикоснулся к Елисею и дал ему слово, как долго, как громко, как, может быть, эстравагантно это было, я не знаю. Но я знаю, что во время поклонения Бог открывает будущее. Для многих из нас во время поклонения Бог открывает наше призвание. И здесь то же самое происходит. Эти цари, которые ожидали, что вот-вот Елисея сейчас даст им слово назидание, вдохновение, откровение свыше. И вдруг, Он говорит слова, которые поражают людей. Муж же мог сказать что-то простое. Вы победите. Просто было, да, можно было сказать. Вы победите. Но смотрите, 16 стих, и сказал Он. Господь говорит. Делайте в русле этого высохшего потока ямы за ямами. И думаю, что у этих царей сразу в голове что-то произошло. Секунду. Лысый. Мы не этого ожидали. Мы ожидали воды. Где вода? Мы историю-то помним. Помолились, и пришел дождь, и нам нужна вода. А ты заставляешь нас, как Бог любящий, он же не заставит нас в горе. Ну вот, в израильском, в израильской пустыне лопатами рыть ямы при такой жаре. Мы с Татьяной даже попали в августе в Израиль, где был самый жаркий день. Вы извините, это по бытам пару часов, и ты все, и нужно тебе искать пальму где-то уже, или воды в кучу. Но как так? И вдруг можно было просто сказать, будет победа, и все будет хорошо. Но здесь Бог говорит что-то особенное. Услышьте меня внимательно. Он говорит, я хочу, чтобы в этой пустыне, вот в этом высохшем рукаве реки, вы копали яму за ямой. Не странно ли? Поэтому я сказал, твоя наибольшая нужда становится благословением тогда, когда эта проблема тебя заставляет зависеть от Бога. В 17 стихе говорит, ибо так сказал Господь, не увидите ветра и не увидите дождя, а русло потока этого наполнится водой, будете пить вы, и стада ваши, и скот ваш. Это покажется легким Господу. Он говорит самое простое. Вера – это состояние, когда Бог ожидает от тебя какого-то действия. Это не просто состояние, я верю тебе, ты же сделаешь то, что я манипулирую тобой, ты сделаешь это. Это состояние, когда ты обращаешься к Богу за твоей нуждой, и Бог от тебя просит то, что покажется просто, знаете, нелепо. Нелепым состоянием. Мы в прошлый раз говорили, это мгновенное послушание. Мгновенное послушание. И дальше Елисей говорит, а между прочим, о том, чего пришли, спросить. Бог говорит, и Моав предаст в руки ваши. Но сперва нужно накопать траншеи. Бог предаст вас, вам Моав. Но нужно копать траншеи. Вся эта история нужна для нас, для того, чтобы мы почувствовали, что такое вера. Вера – это действие. Скажи, вера – это действие. Наше действие. Это не просто вера, которая влияет на Господне, на эти сердца. И он сжалился так, и так сказать, он жалко мне, ну быстро надо поставить, послать туда облака, потому что пойдет дождь, и люди не умрут. Нет, нет, он больше смотрит. Это вера, которая проявляется через работу, делая что-то. Я хочу говорить о вере, которой мы с вами верим в Бога, но это вера, которую мы производим. Что-то мы сделаем, когда Бог что-то от нас требует. Мы делаем Богу шаг, и Он проявляет свое благорасположение. Несколько принципов. Только Бог может послать дождь. Только Бог может наполнить эти рвы, ямы водой. Но зачастую Он хочет, чтобы мы выкопали эту яму. Слышите, нет? Только Бог, который делает чудо, но от нас требуется вырыть яму. Якова 2, 26. Ибо как тело без духа мертва, так и вера без дел мертва. Как вы думаете, Богу нужны были люди, чтобы вырыть эти ямы, чтобы наполнить туда водой? Творец всей вселенной, сотворяющий моря, озера, реки. Ему не нужно было человеческие вот эти вот, ну, как бы сказать, работы. Это армия, это не стройбат был. Ему не нужно было. Но все-таки Бог использовал для того, чтобы человек, знаете, вот, не сидел без дела. Он должен что-то сделать. Он должен пожертвовать чем-то. Ты покажи мне веру через труд. И Бог говорит, а я проявлю мою верность тебе через сверхъестественное. Покажи ты мне свою веру через дела. То есть, то, что ты делаешь, и я все то, что ты делаешь, я наполню сверхъестественно. Поэтому как бизнесмены говорят, ничего не происходит просто так. Ты должен вложить туда что-то. И сверхъестественно Бог покажет больше. Богу нравится проявление нашей веры. Это как Ишуа, который исцелял людей, больных. Помните такие вещи? Он приходит и видит человека, который слеп от рождения. Он берет простую... Он может, мог бы просто сделать нечто, как делается сегодня на собраниях, на больших хрусейдах. Во имя Иисуса и силой Христа будь исцелен. Он взял бремя, помазал, а потом говорит, иди. Иди и умойся. Вера этого человека была сверхъестественная. Но он говорит, иди. И вот эта вера говорит, иди. Сделай что-то. И когда ты делаешь то, что Бог тебе говорит сделать, происходит сверхъестественное. Человек, который лежал парализованным много-много лет, еще подходит к нему и говорит, возьми свою постель. Встань. Возьми постель, иди. Ведь он же мог просто сказать, именем, силой Христа. Вок! И исцелиться. Мог? Но Иисус не делает так. Услышьте меня, пожалуйста. Услышьте. Вера есть что-то особенное. Это не просто сидеть и ждать, что-то произойдет. Это нужно что-то сделать. Внутри ты должен что-то сделать. И даже вот это, то, что просит Елисей через Бог, через Елисея, оно кажется безумием в жару, в том русле, где никогда воды нету, копать ямы. Это неразумно. Но все же, Бог желает проявить верность к тебе. Он желает проявить чудо сверхъестественное. Но зачастую мы не хотим двигаться верой, действовать верой. Мы говорим, верим, но ничего к этому не делаем. Мы верим, но не хотим. Нам нужна работа. Бог говорит, я тебе дам работу. Дам работу. А мы ждем, сидим. А пускай ко мне придут, постучат. Если Бог знает, он же знает мой адрес. Пускай пошло от человека. Я вспомнил анекдот такой, да? Человек тонет в море. Господи, помоги. Господи, прости. Ты мне вышли. Ты сказал, что вытащишь меня. Вытащи меня из этого состояния. Пролетал вертолет. Веревка. Цепляйся. А он говорит, Господь поможет. Летите. Бог поможет. Он меня поднимет. Он пронесет меня. Утонул. Говорит. Боже, ты сказал, что меня спасешь. Говорит. Я послал к тебе вертолет. На спасение. Ты не хотел и воспользоваться. Вот так есть люди, которые хотят такие вот вещи, чтобы с ними происходили. Многие хотят, чтобы их дети были спасены. Многие желают, чтобы их дети были спасены. Но для этого ничего не делают. Они не читают Библию. Они не живут по стандартам, может, Писания. Они между собой ведут себя так, как будто ведут халдеи. Знаете, вот. Они даже дают им простой выбор. Не хочешь ходить на собрание? Ну, не ходи на собрание. Ты, когда вырастешь сам себе и выберешь, что тебе нужно. Секунду. А Бог четко говорит. Наставляй юношу в начале пути его. Наставляй это говорить ему. Читать. А мы не читаем Библию, например, Писание дома. Не упражняем эти все вещи. И мы хотим, чтобы наши дети спаслись. Извините. Бог говорит. Я хочу это все сделать. Но у тебя не получают, потому что ты не хочешь. Многие из людей здесь, может быть, борются внутри. С этими старыми привычками. Курят. Или что-то еще происходит в жизни их. Так сделай в шах. Выходя, выкинь эту пачку. И сделай шах веры. Первый. Потому что Бог говорит. Я хочу тебя освободить. Сделай это. Это твой выбор. Финансовое благословение. Многие хотят. Библия говорит простые вещи. Заботиться о доме. Даяние десятины. Это же не популярно. В этом мире так не поступают. Как это так? Ну, секунду. Библия говорит о том, чтобы мы давали даяние. Десятины даяния. Заботы о людях. И потому что твои 90% лучше быть с благословения, чем все 100% с проклятием. Если ты хочешь, чтобы в твоей жизни что происходило, ты должен делать то, что иногда кажется абсолютно абсурдом. Поэтому выходя, хотя там сейчас ее поставили с дыку немножко в сторону, там есть с дыка. Слово с дыка означает праведность, значит с дыка, даяние праведности. Наши десятины даяний, которые мы хотим сделать, принести, давайте не будем откладывать на другое время. Мы будем приносить их. И тогда сверхъестественно откроется. Бог желает, чтобы мы действовали в этом. Все направление, которое сегодня я имею к нам, ко всем нам, к членам общины, к нашим гостям. Хотелось бы, чтобы каждый имел свое призвание. Нашел его и вошел в него, и был богословен. Я хочу, чтобы вдохновение, которое я сегодня имею к вам, через веру, чтобы эта вера была действующая, а не просто переживание, которое ты внутри сидишь и ничего не делаешь. Здесь, чтобы снаряжать. Но Дух Святой здесь, чтобы давать силу. Повторюсь еще простые вещи. Настоящая вера надеется всегда на большее. Настоящая вера надеется или же верит в большее. Но начинается все с малого. Кто-то из вас копал ямой когда-нибудь? Ну, в основном мужчины это делают. Женщины мало, хотя иногда на дачах своих нужно было. Кто копал у вас ямки? Взяли вы их в лопату. Раз туда. Выкинули. Стала ли эта яма, вот этот, один раз накопать и туда ямой? Ну, для кого-то да, а кого-то нет. Вопрос, насколько твое видение большое? Бог призывает верить в большое. Да, и мы хотим верить в большое. Но все большое начинается с малого. Большая яма не получается от того, что ты одну, как бы сказать, лопатку копнул, там выловит, я верю, что эта земля сейчас расширится, углубится, и все будет нормально. Да? Может быть для кого-то такое существует. Но я знаю, что человек, который работает, он начинает потихоньку, потихоньку выкапывать ту яму, которая через время превращается в тот колодец, в который будет вода. Ведь только Бог дает эту воду. И этот момент очень важный. Для нас нужно маленькое начало. Если ты хочешь быть в служении, если ты хочешь быть бизнесменом, и ты хочешь быть учителем, кем бы ты ни был бы, хотел бы быть, начни с малого, оставайся верным в малом, и оставайся длительное время, чтобы твои силы, даже когда ты уже, ну, иссякли твои силы, все равно оставайся верным. И тогда твое дело, которому Бог тебя призвал, оно увеличится. Обязательно. Потому что трудящийся достойны пропитания. Трудящийся, он получает благословение. И смотрите, что дальше написано, 20 стих. И было поутру, когда, вознося хлебное приношение, пришли воды по пути из Эдома. И наполнилась земля водою. Вау! Во время хлебного приношения. Это говорит о том, что во время служения, твоего службы, когда ты делаешь то, что кажется несуразицей, кажется глупым и невероятным, Бог говорит, я наполню это живой водой. Сегодня у нас хлебопреломление. И это не случайно. И наше участие, это не будет обычным участием. И в сфере того, что я сказал, хотел бы, чтобы мы, подходя к маце и к стакану с плодом виноградной лозы, думали не только о смерти и воскресении Иисуса Мессии, но думали о том, что Господь от нас потребовал такого, что кажется безумным. И как нам остаться в этом верным? Может быть, кто-то уже устал на своем пути, своего служения, постоянно рыть эти траншеи и не видит этих рек. Подать и подумаем о том, что сделал для нас Ишу, Иисус. Как Он изменил нашу жизнь. Это не просто трепет перед святыней. Это ожидание Божьей помощи. Сегодня Бог будет отвечать для многих из вас, делая решение следовать за Ним, даже этим безумием, верой о том, что нужно что-то сделать. Бог хочет положить надежду. И как я уже говорил, когда Он требует от нас веру, действующую веру, Он остается верным. Он хочет показать свою верность каждому из нас. Мы сейчас ставим наши ноги. И я прошу людей, которые пошли в водное погружение. Обещали Богу служить верной совестью. Я прошу даже тех, которые, может, где-то упались, где-то, может, притнулись, им нужна помощь от Бога. Если это только не, знаете, порицание, которое вы пережили, где-то общение церкви, если вы не ставите на замечание, чтобы не быть приткновением для других, я прошу сегодня не просто примирения, а рассуждения над тем, что мы делаем. Во время хвалы мы сейчас из последних рядов спокойно подходим к столу причастия, берем то, что есть на столе, возвращаемся обратно, и мы будем вместе участвовать в этой трапезе. Амин. Пожалуйста, приглашаю вас участвовать в трапезе. Вера — это действие. Вера начинается у этого стола. Стол, который не символ его смерти и воскресения. Это воспоминание о том, что он сделал лично для нас. Что он сделал для меня. Сегодня это обновление нашего обещания Богу. Сегодня это наше рассуждение. Сегодня это начало малого для многих из нас. Потому что это вера, действующая во славе Божьей. Если вы вспомните ту историю, которая произошла в синагоге, там был человек, у которого была сухая рука. Иисус еще мог просто прикоснуться. Эта рука бы вытянулась. Но Иисус говорит, протяни эту руку. Покажи мне свою руку через то, чтобы приложить усилия, выпрямить ее, то, что не управлялось раньше. Вера — это то, как ты прилагаешь усилия, сделать то, что не получалось раньше. И Бог остается верным. Выравнивать руки. Изменять твой бизнес. Менять твое состояние вместе с твоей женой. С твоими детьми. Бог сегодня просит от нас, может, трудных вещей. Но это вещи веры, действия, а не разговоры. Это причастие, обновление нашего обещания Богу. Чтобы там, в нашей жизни, была вода. И что интересно, поутру, когда возносили хлебное проношение, Иисус говорит, я есть хлеб жизни. Когда превозносим Иисусуа Мессию, тогда приходит чудо. Тогда в сухие рвы заходит сверхъестественная вода. Для победы. На нём стою, как на скале, Не строю дом свой на песке. Он упованье моё. Он упованье моё. Я сердце отдаю своё, Откорю я всякой лжи, Что посылается ко мне. Святой, 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 Он упование моё. Я сердце отдаю своё, К тебе надежды и мечты, Моя защита – это ты. Святой, 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 святой. Мои мечты и цели в нём, Зажги меня своим огнём. Сижу, острою, плаваю я, Партнёр он лучший для меня. Святой, 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 святой. Святой, святой, святой. Святой, 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 св Вера — это действие, она начинается с участия в хлебопреломлении, в страданиях Мессии Ишуа, где мы обещаем Ему верности. И сегодня в нашей молитве давайте обновим наши обещания Богу и не будем сидеть в ожидании. Но возьмемся за дело, дело, которое дал нам Бог, и будем его нести до конца, несмотря на трудности и переживания. Начните дело малое, но Божье, и вы увидите, как сухие ваши ямы-траншеи наполнятся водой, которой вы ожидаете. И те проблемы, которые у вас существуют, станут благословением, потому что они приведут вас в полную надежду на Бога. Рав Шаул пишет из послания к Орифинам, что он от Сого Господа принял, и то он нам передал. Что Господь ишуа в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал, Примите, идите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Он нас спас, осветил, дал нам силы и обновил нас полностью во всем. Это и есть воспоминание его жизни в нас. Поднимай этот кусочек мацы, молитва благодарения в каждом доме еврейском. Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, кто дал нам хлеб от земли. Мы благодарны, Господь Бог наш, Царь Вселенной, от поищу хлеб, сошедший с небес. Он сам о себе это говорит, хлеб жизни. И те, кто будет его есть, не будут алкать. И таких, таковых Он воскресит в последний день. Это и есть тело Ишуа Мессии. Кушайте все. Амин. Так же и чашу после вечерин. И сказал, сие есть часа. Это и есть чаша Нового Завета в моей крови. Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. И мы сегодня говорим, Рахим, милость. Он явил каждому из нас чаша Нового Завета. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, Который дал нам плод виноградной лозы. Ишуа, Ты есть истинно виноградная лоза, а мы ветви. Дай нам принести плод в этой жизни, чтобы этот плод не был кислым. Благословен Ты во веки. Пейте от нее все. Сие есть чаша Нового Завета. Амин. Авиноши Башимайм. Дай нам веру. Как ученики хвалились, дай нам веру. Но вера есть ожидаемая. Что-то мы должны ожидать. Ожидать от Тебя Слово, которое даст нам введение и действие, что произошло невероятно и невозможно. Ты остаешься верным во всем. И вера, которая внутри нас, как горчичное зерно, действует в Царстве Божьем. И Господь сегодня, эти обещания, которые мы дали, пускай не будут явны для нас. Те, кто пообещает быть верным в даяниях, в десятинах, Господь, пускай начнется у них, Господь, это посвящение. Те, кто служит, Господь, в малом, может быть, детям, либо в тюрьмах, либо нуждающимся, евангелизация, Господь, чтобы это было посвящение, где, может быть, уже чувствуется, что нету этой воды, Господь, но Ты остаешься верным. Ты говоришь, делай. Потому что я наполню то, что Ты создашь. И как глубоко Ты будешь копать, настолько я глубоко наполню это водой. Рахем, Господь, отвечай сегодня нашей молитве. Исцеление пускай приходит для тех людей, которые нуждаются в этом исцелении. Скажи вы дни слова, скажи вы их днюю жизнь, чтобы они знали, что им делать. Для тех, кто смотрит наш в интернете, я прошу, чтобы Бог благословил также и вас, благословляющих, благословящих. Открывая ваши сердца, делайте для Господа то самое малое, которое Он сегодня требует от вас, чтобы ваши реки не были сухие. Нужна вера. А вера без дел, она мертва. Она не может ничего произвести, потому что нужно что-то сделать. И нужно прийти к Богу. Если ты никогда не принимал Иисуса еще и с Волим личным спасителем, сегодня твой шанс и здесь в зале, у вас сегодня есть шанс принять Ешуа Мессию, которая перевернет вашу жизнь, изменит ее, наполнит ее. Если ты отступник, сегодня у тебя есть шанс вернуться обратно. Как эти три царя, которые были издлопоклонниками, они сказали, пойдем к Богу, вопрошать будем, зачем нам умирать. сегодня твое решение следовать за Ним. Если ты это сделал решение, Он говорит, я дам тебе победу. Я дам тебе обогащение, которое получили для царей. Я дам тебе выход из твоего положения. Я дам тебе выход в твоей жизни. И Ишуа есть путь истинной жизни. Для тебя Он умер и воскрес. Для каждого из нас мы сегодня делаем этот шаг. Шаг веры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok